Итак, ребята, всем привет! Свершилось удивительное. Samsung выпустила свой интернет-браузер для Windows. Браузер, который был на телефонах и устройствах Samsung. То есть тот же самый Samsung Internet, но для декстопов. Я скачал, попробовал, зарегистрировал даже Samsung аккаунт. Давайте разберёмся. Минималистичный обычный браузер, напоминающий Google Chrome. Быстрый. Я тут уже полазил, посмотрел, как работает. Сайты открываются быстро. Вопросов вообще к нему нет. Есть панель закладок, то есть, смотрите, например, давайте какой-нибудь сайт возьмём. Добавим в закладки, вот, например, кинопоиск, допустим. И нажимаем вот сюда, добавить в закладки. Страница добавлена в закладки. Тот же Яндекс, страница добавлена в закладки. То есть у нас есть Яндекс, есть кинопоиск, сразу он всё открывается. Любые сайты, ВКонтакте, допустим, оно найдёт. То есть, вот, добавить в закладки. Вот наши закладочки. Импорт закладок из других браузеров тоже можно сделать. То есть, импорт закладок и настроек. То есть, вот, интернет. Microsoft Internet Explorer. И можно поменять на Microsoft Edge. Всё, история браузера. Закладки и избранные. Поисковая система импорт. Вот папка. Импортирована с Microsoft Edge. Вот панель избранного. То есть, все наши сайты, которые... Все сайты, которые когда-либо посещали. Дальше. Отображение панели закладок. Всегда, только на новых вкладках. Никогда. То есть, если мы нажмём никогда, панель закладок пропадёт. Это неудобно. Это как-то так себе. Режим затемнения, например. Использовать системные настройки. То есть, светлая тема, тёмная тема. Тёмная тема, вот она. Включена тёмная тема браузера. По вечерам это очень удобно. Вечером, чтобы глаза не болели. Я буду использовать системную тему. Судя по всему, здесь можно ставить расширение из интернет-магазина Chrome. Но это мы ещё посмотрим. Я потом сделаю короткое видео-шорт. Покажу, работает это или нет. Запуск и новые вкладки. При запуске Samsung Internet открывать домашнюю страницу. С последнего сеанса в заданную страницу. Дальше. Фанель компетенциальности. То есть, блокировки рекламы. То есть, всё есть. У нас здесь личные данные о просмотрах. То есть, профили, пароли, сайты. Это разрешение. Файлы и куки. Управление данными. Загрузки. Это загрузки. Вместо сохранения файлов можно поменять. Спрашивать перед загрузкой. Браузер по умолчанию. Можно выбрать по умолчанию. Где у нас Samsung Cloud? Интернет. Вот он. Нажимаем. Оп. Задать по умолчанию. Задать по умолчанию. И задать по умолчанию. То есть, все сайты можно задать по умолчанию. Производительность. Оптимизация памяти. То есть, тут всё для людей. Языки. Русский, английский. Это пользовательский интерфейс. Специальные возможности. Сброс. Это сброс всех настроек. Дополнение. Да, видимо, если мы зайдём в аккаунт Хрома. Ну, Гугла. То сможем загружать. Отширение из интернет-магазина Хром. Вот так вот выглядит браузер. Но это ещё не всё. Это, ребята, ещё не всё. Вот у нас кнопочка, например, выпадающего меню. Блокировщик рекламы. Это у нас аккаунт. То есть, напоминает Google Хром. Вот наша история даже. История вкладок. На отдельные кнопочки. Так. Далее. Заметки Samsung. Ну, здесь не открываются они. Может, потом сделаю. Из интересного. Samsung Cloud Assistant. Это у нас облако. Далее. Samsung Account. Настройки аккаунта. То есть, как-то так. И Samsung Gallery. То есть, галерея, фото, видео. Есть настройки такие. Куда сохраняем? Тоже светлая и тёмная темы. Синхронизация с облаком, если мы нажмём. Надо подключать отдельную учётку к облаку, чтобы это работало. Моё личное мнение. Я перейду с Microsoft Edge на Samsung Internet. Как на основной браузер. Просто попользоваться и посмотреть. Первое впечатление отличное. Мне понравилось. Рекомендую попробовать перейти. Ссылочка будет в описании под этим видео. Лайк, подписка, комментарий. Увидимся в новых роликах. Всем пока.